всем привет друзья 2 января вышел я прогуляться и рассказать о наболевшем что делается в нашем поселке ивановка антрацитовского района вернее о том что ни хрена не делается вот это канализация уже всех достала просто полная яма дерьмо и все это течет уже неделю недель я надеялся что поменяется что-то перед новым годом ничего не меняется вот так вот это дело выглядит вот вторая яма вторая яма все вот течет и течет она все на дорогу на центральную улицу вот дотекает сюда и вот все это лужи дерьмо 100 метров до трассы луганск красный луч вот свои льда 20 сантиметров потому что дороги не чистятся у нас абсолютно никакие вот дороги наши немножко покажу вам центральная улица улица октябрьская как закатали вот это 20 сантиметров снега так она и осталась вот посредине однако ли я накатана сейчас все это превратилось в кашу если съезжаешь в сторону сразу машина грузнит в общем не чистятся никакие улицы у нас не центральные не какие-то дальние улицы но только если улица скидывается и нанимает в частный трактор тогда а так ничего не делается вот наш парк деревья падали от непогоды когда сырость была деревья все старые вот они просто падали в парк ну и так и лежат уже две-три недели точно не помню в общем половина парка превращается такую лысину будет такая поляна просто более новые деревья никто сажать не собирается да все там сажать старые некому убрать некому вот все везде валяется как рухнула так и лежит убирать некому еще одно дерево дали все старье это все деревья надо убирать и высаживать новые а это наш местный клуб д.к. вот весь обшарпанный штукатурка отваливается мероприятия почти никакие не проводятся вот так чисто для галочки едем дальше вот еще одна локация у нас знаменитая бывшая лаборатория какая-то ветлаборатория вот дорожка тут натоптана сюда натоптана здесь движуха есть то не дать 2 числа никого не что здесь происходит друзья сюда привозят наркоту наркоту и наша молодежь здесь ее приобретает никого сейчас нету все это делается вечером вот так вот и причем что самое больше поражает весь поселок уже знает об этом все делают вид что ничего не происходит хотя знают уже все лаборатория рай для наркоманов поехали дальше по дорогам хотелось бы добавить кроме того что они не чистятся зимой просто ямы по колено по поселку у нас есть станция штеровка чтобы доехать до нее это отдельное приключение просто ну не знаю ничего не делается ничего только когда что-то случится вот было дтп после дтп вырезали кустарники видимость сделали на повороте там потому что из-за кустарников не видно было поэтому случилось дтп и как раз там ямы которые закладывали потом кирпичами вот так отчитаться для галочки ну вот каша друзья вот я забуксовал центральная улица 20 сантиметров 25 снежной каши сейчас буду копать 70 метров до поселкового совета нынче отдел по жизнеобеспечению поселка дерево тоже упала прям на дорожку на аллейку лежала тут ну никому дела нет я знаю что перегородила вот дорогу вот дорожка вот 50 сантиметров вот как натоптали никто не чистит дорожки раньше чистили биржевики лопатами в этом году дело до этого никому нет как натоптали вот узенькую так она и осталась вот наш отдел по жизнеобеспечению поселка городского типа ивановка и рядом с ним красавицы елки вот такие вот эту елку наряжали каждый год гирлянды игрушки на протяжении десятков лет люди ночью выходили сюда праздновать собирались но начиная с прошлого года она так и стоит не наряжена люди возмущены никому до этого дела нет хотя в этом году ее должны были нарядить дети делали поделки игрушки для того чтобы нарядить эту елку но все так так она как стояла так и осталось не наряжена просто возмущению моему не знаю нет границ уже просто как едем дальше хотел показать еще стихийные свалки которые образовываются у нас в каждом я ручки в каждом ну я просто туда не доеду я боюсь что стану даже лопата не поможет просто такая каша везде по поселку сложно очень ехать везде застряешь мусор не вывозится люди бросают в балки в ярочки везде в каждом спуске где лесочек лесополоса кучи мусора можно увидеть так что касается биржевиков наших это отдельная эпопея так сказать никому до них дела нету они значатся здесь числятся никто их не контролирует их работу осень я проезжал тут у нас скверик есть возле больницы сидит толпа биржевиков с утра они собираются у них тренога котелочек висит они там что-то варят я не знаю либо кипяток на чай либо кулеш варят в лесу то есть они делают что хотят прячутся вечно то в остановках там прячется то в общем находят они места где спрятаться чтобы их никто не видел ну люди все видят и все знают что бы еще хотелось сказать в общем не подумайте ни в коем случае что я пытаюсь тут свергнуть как-то наши местные власти вот у меня такое ощущение просто что у нас не отдел по обеспечению жизнедеятельности поселка отдел по выдаче справок о составе семьи больше как бы их ничего не не интересует я вообще главу не видел да не знаю уже недели три вообще вообще не видел ни секретаря не главу не вообще по секрету сказали что он если приезжает поселок то это к двум часам ну может не приезжать но на вопрос где глава но на территории где-то на территории хотя живет он в антраците 25 километров отсюда так что я же говорю не подумайте что я как-то хочу тут свергнуть власть или перевернуть с ног на голову я просто хочу заставить их работать просто уже накипела наболела крик души так сказать душа болит и сердце плачет за родной поселок что тут все до такой степени забросилась дело никому абсолютно нет люди между собой возмущение свое высказывает ну так высказать кому-то что-то прийти бояться поэтому тоже у людей накипело сколько я вот людей выслушал все просто в ужасе в шоке от того что творится ну каждый боится сидит как говорится в своей норе так что не знаю повлияет этот ролик на работу что-то изменится нет ну хочу чтобы что-то поменялось так что пишите свои комментарии что что вы предлагаете что как лучше поступить что сделать вот давайте вместе как-то посоветуемся что мы можем сделать для родного поселка вот может создать какой-то отдельный фонд может как-то будем собираться какие-то деньги на что-то делать хотя бы тот оккультурить парк поставить более-менее там лавочки какие-то урны потому что там три лавочки три урны ну деревья высадить каких-то в общем работы в валом поселке да предлагайте жду ваших комментариев всем спасибо что выслушали крик души пока пока итак друзья не успел я доснимать еще ролик до конца встретил двух работях которых не знаю кто направил на пробивку канализации дежурные по канализации смотрю пошли за тросом будут пробивать так пора уже неделя прошла это надо было сделать первый второй день после того как текла потому что на улице фурмана у нас один раз текла месяц и несколько дней я помню засекал тоже снимал сюжет ну удалил это дело но теперь теперь не удаляю ничего